Я очень рада, что так много людей смогло прийти сюда, несмотря на такую замечательную погоду в последние дни, в золотой осени. Многие меня уже спрашивали, еще не дожидаясь начала лекции, а как долго вы будете говорить, а можно уйти, уйти можно хоть сейчас. Говорить я собираюсь, как мне велели. Меня просили передать, что если родители захотят вернуться на улицу без ребенка, там, не знаю, погулять, то их не пустят, потому что родители пускаются только вместе с ребенком. Эту лекцию прочту я. Меня зовут Полина Андреевна, фамилия моя Волкова. Я работаю учителем биологии и начальником кафедры биологии в Московской гимназии на юг-западе номер 1543. У нас биологический класс есть, вообще гимназия многопрофильная, и каждую весну мы объявляем набор восьмой биологический класс. Есть хищные растения, как они завлекают, обманывают и убивают. Я должна сказать, что хищные растения привлекали внимание людей издавна. В Европу первый экземпляр вот этого винили на мухоловке попал еще в 1768 году в Лондон, и вызывал потрясающее такое живое внимание, стал сенсацией для всей Европы. И, может быть, многие из вас знают о таком великом натуралисте, путешественнике, биологе, Чарльзе Дарвине. Так вот, он посвятил целый том, так и называющийся натикомоядное растение, этим удивительным созданием. И довольно популярный в 19 веке в Европе поэт Алферон Свинкорн, он посвятил одному из натикомоядных растений, росянке, целую поэму, которую он так назвал, росянка. Ну и надо сказать, что в викторианской Англии, Англии 18-19 веков, многие путешественники возвращались к каких-то жарких стран, экзотических тропиков. Там эти путешественники рассказывали совершенно невероятные вещи. Такой вот Карл Лайч, исследователь немецкий, он, вернувшийся из джунглей Мадагаскара, рассказывал, что они шли, и их глаза подрылась в потрясающее зрелище. Они увидели дерево, напоминающее такой гигантский ананас, размером примерно 4 метра в высоту, с такими 8 продолговатыми листьями, до 4 метров в длину. И на этих листьях еще были какие-то щупальца, и листья окружали углубление, наполненное медвяным нектаром. И они заставили одну из женщин, которые их сопровождали, туземных, забраться на это дерево. И тут же дерево, которое казалось таким вот безжизненным, мертвым, оно ожило, и стало плетать эту несчастную жертву, которая там издавала истошные крики своими длинными этими самыми листьями и щупальцами. И, наконец, полностью сожрало несчастную. И в то время многие путешественники возвращались в тропиках с самыми невероятными рассказами о каких-то древних городах, заброшенных полностью покрытыми лианами, о каких-то обезьянах, которые очень напоминали людей. И если заброшенные города Майя и Армбутанги оказались в будущем, значит, реальности, то почему бы не быть реальностью вот этим вот ужасным древовидным растениям, которые пожирают людей целиком. И все очень, так сказать, поверили в этот рассказ, и даже популярный писатель Осборн, он написал, переработал художественный рассказ вот этого вот Лайча, издал целую книгу, которая называется «Мадагаскар. Остров, где деревья едят людей». Правда, потом выяснилось, что, конечно, такого дерева не существует в природе, и самого Лайча тоже не существует в природе, и это была такая вот мистификация, которая тоже была тогда принята в Англии 19 века, такой своеобразный английский юмор. Но почему такие приключенческие истории получают большое распространение? Ну, потому что, по-видимому, наше представление о растениях, как при их вот неподвижных, безобидных созданиях, оно объясняет то волнение, которое люди испытывают при одной только мысли, что растения могут кого-то там есть, и люди поэтому охотно преувеличивают эти вот самые хищные свойства растений, и отсюда идет много разных выдумок. И все это, конечно, проникает в массовую культуру, в литературу и телевидение. Вот еще в 60-е годы был популярен такой фильм, название которого на русский можно перевести как «Магазинчик ужасов», и там был такой один из главных персонажей на планетное растение, Андрей 2, который все время кричал «Покормите меня, покормите меня», и ел людей. Многие из вас читали «Толкина», конечно, и там, если вы помните, такой рассказ «Братство кольца», как хоббиты попадают в этот дремучий лес, и там их начинают клонить в сон, и старый вяз чуть их тоже не жирает, их спасает «Томба-бардир», помните такое? Конечно, «Мометроли комета», кто читал, поднимите руки. Ну, смотрите, я хочу... О, всем советую прочитать, зачитаю кусочек и оборвую на самом интересном месте, чтобы потом вы вернулись домой, хоть почитали. Они описывают так встречу с этим ядовитым кустом. Через некоторое время им навстречу выбежал снорк, весь синий от страха. Торопитель закричал он «Поедай мою сестренку! Какой-то дьявольский куст схватил ее и ест!» И это была сущая правда. Ядовитый куст, опасный разновидностей Ангастуров, вцепился в хвост маленьких дрэкин снорк и медленно подтаскивал ее к себе своими живыми руками. Она пищала, визжала и упиралась со всех сил. «Ах ты, мерзкий куст!» — крикнул мумитролю, взмахнул своим врачинным ножом, новым за штопором и пилочкой для ногтей. Затем он предпринял ряд обманных маневров и попытался раздразнить куст оскорблениями, обзывая его ползучим гадом, посудной щеткой и крысиной чумой. Куст уставился на него всеми своими желто-зелеными цветами, отпустил фракен снорк и подтянулся к нему взвивающимися руками. Вот, здесь в этот такой трепещущий момент я сделаю паузу, и вы дома узнаете, чем все дело там кончилось. Конечно, Гарри Поттер и тайная комната, и растения тендакула, которые тоже там всех пожирало налево-направо, и даже покемоны. Может быть вы знаете, да, что образы некоторых покемонов явно совершенно навеяны образами реальных насекомоядных растений, с которыми мы с вами сегодня познакомимся, вот этими ловчими кувшинчиками. Так что, конечно, насекомоядные растения, они довольно прочно проникли в современную культуру, и удивительно, что хоть эти растения, известно, как вы поняли, еще там со средних, можно сказать, веков, постоянно делают какие-то новые открытия. Вот, например, в 2000 году миссионеры христианские стали корабли какой-то пик Виктория и Филиппина, и обнаружили там какое-то странное растение, но они как бы ничего не знали про него, они просто вернулись, сказали, вы знаете, биологи, там есть такое странное растение. И через 7 лет туда была организована экспедиция, и только через 7 лет удалось выяснить, что мы имеем дело с новым видом совершенно насекомоядного растения. Вот вы видите слева этот здоровенный кувшинчик, конечно, солнце нам все мешает, это, конечно, хорошо солнце, но вот не в этот момент, но ничего не могу я сделать, но этот кувшинчик, вы видите, он больше леса человека, да, то есть какой-то вот такого вот размера, гигантское растение, обместимость его около пара лутера литров, как этот кувшинчик ловь-то сякомах, мы чуть позже разберемся. Назвали его в честь великого такого современного натуралиста и популяризатора науки Дэвида Аттенбору, может быть, кто-то видел фильмы этого замечательного человека, вот я думаю, что ему было очень приятно. И, конечно, этот кувшинчик, он уже довольно серьезное оружие, справа видите, жалкую такую штучку, скелет переваренной тупайи, тупайи это наши далекие-далекие предки, такие красоподобные существа, которые близки к обезьянам, вот, конечно, они млекопитающие, да, они близки к приматам. Так что, ну, тупай это, да, вот, размером с такую вот крысу, да, так что это вообще серьезное оружие. Так что открытия какие-то, касающиеся насекомоядных растений, совершаются и в наше время. Если перейти к более серьезным вещам, то какие растения мы назовем полтоядными? В английском языке есть два термина взаимозамещающих. Carnivorous, что значит наши полтоядные, и insectivorous, что значит наши насекомоядные. По-русски нам больше привычно говорить насекомоядные растения, хотя, конечно, правильно употреблять термин полтоядные, потому что, как вы уже, надеюсь, догадались, поняли, насекомоядные растения, они могут переваривать не только насекомых, но еще всяких там, я не знаю, пулков, и даже крыс, и даже лягушек. Вот, сейчас даже можно увидеть, вот, смотрите, видите, да, крыса попала туда вот, в кучинчик, и да, просто там может перевариться. А вот другое насекомоядное растение, венерина мухомловка. Сейчас представим перед нами. Целая здоровенная лягушка попала туда. Так что, сказать, все страшилки про растения, которые поедают людей, не так уж это. Каждой шутке есть доля шутка, как говорится. Ну, так вот, если мы начнем искать определения, какие растения мы назовем полтоядные, есть широкое определение, как вы, которые здесь видите, любые растения, которые способны всасывать продукты разложения, ну, имеется в виду, каких-то живых организмов, или напрямую через листья, либо из почвы корнями. И таким образом они получают питательные вещества, эти насекомоядные растения, которые увеличивают их собственную плодовитость и женеспособность. Ну, это очень широкое определение. Если мы задумаемся, то под такое определение подойдут вообще все растения, да. Мы какое-нибудь растение подкормили там каким-нибудь навозом, да, и оно продукты разложения всасывает. Пожалуйста, вот вам полтоядное растение. Это не пойдет, на самом деле. Поэтому, чтобы растение назвать насекомоядным или полтоядным, правильно полтоядным, я сейчас повторяю, но мне привычно говорить насекомоядным, у него должны быть еще какие-то дополнительные умения, причем хотя бы одно из этих. То есть, оно должно как-то привлекать добычу, пусть очень примитивно, пусть даже близко вот этих вот капелек ловчей, жидкости, да, там, или каким-то цветом достаточно. Некоторые растения привлекают запахом, некоторые растения привлекают метками в ультрафиолетовом спектре, потому что насекомо видит в ультрафиолетовом спектре. Удерживать эту добычу, ловить, удерживать, ну и переваривать. Переваривать, имеется в виду, что многие насекомоядные растения, но не все, выделяют такие пищеварительные ферменты, такие вещества, аналогичные тем, что у нас, например, в желудке есть, да, которые позволяют расщеплять органические вещества на более, так сказать, маленькие кирпичики, не буду вдаваться в терминологию излишнюю. Еще раз повторю, что достаточно хотя бы одного из этих дополнительных умений, чтобы мы назвали растение полтоядно. И сейчас мы будем двигаться по всему многообразию полтоядных насекомоядных растений по мере увеличения сложности их приспособлений для ловли насекомых. То есть мы начнем с тех растений, которые можно назвать еще протонасекомоядными, которые практически не имеют вот этих вот дополнительных умений, и закончим с потрясающими такими, можно сказать, машинами для убийства, да, как вот эта вот венеревная мухоловка, которая походит на какой-то больше капкан или западню. Многие считают, нам как-то плод плод, они поедают плод, какие-то ферменты, переваривание, пищеварение, то есть многие считают, что насекомоядные растения, они потребляют таким образом органические вещества, то есть эта насекомоядность получается аналог нашего питания. Но это не так, это неправда. Если вы сейчас даже видели некоторые те, некоторые насекомоядные растения, я имею в виду реальные, которые я вам показывала, сейчас я вам покажу гораздо больше, вы увидите, увидели, надеюсь, и увидите, что эти растения зеленые, то есть они способны фотосинтезировать, то есть они получают органические вещества, как обычные зеленые растения, из минеральных веществ и воды, используя энергию солнечного света. А в основном, зачем нужны насекомые насекомоядным растениям? Для получения минеральных веществ дополнительных, минеральной подкормки. В основном это фосфор и азот, а также и другие минеральные вещества. Есть данные, что там они могут всасывать эти самые растения, какие-то там соединения углерода, но это явно побочная функция. Подавляющие большинство насекомоядных растений произрастают на бедных минеральными веществами почвах, на болотах, например, в частности. И им нужна подкормка такая вот. Конечно, вам здесь ничего не видно, но вы должны увидеть одну только вещь, что это дерево эволюции, да, так сказать, эволюционное дерево, генеалогическое дерево всех растений, очень недетализированное до уровня семейств и даже порядков. И тут только цветом покрашены те группы растений, которые являются насекомоядными. Может быть, хоть не целиком, но хотя бы часть. И справа все это разнообразие растений показано, но мы будем знакомиться с ним более подробно. И вы видите, что в ходе эволюции насекомоядные растения возникали несколько раз независимо. То есть не было такого, чтобы сразу выделилась какая-то там в древности группа насекомоядных растений, и дальше она увеличила свое разнообразие. Нет. Насекомоядные растения возникали как минимум 6 раз независимо в ходе эволюции. И сейчас известно более 650 видов насекомоядных растений, а всего сосудистых растений известно более 300 тысяч. Все-таки, конечно, насекомоядные растения довольно много видов, но если мы возьмем все многообразие сосудистых растений, то насекомоядные представляют, конечно, только малую их часть. Ну так вот, теперь давайте двигаться потихонечку от упрощения до усложнения этих самых насекомоядных структур. Первая группа, так называемая, протонасекомоядные растения. Имеется в виду, что никаких специальных приспособлений для переваривания добычи у них нет, у них нет пищеварительных ферментов. И некоторые из них показано, что они могут всасывать продукты переваривания этих самых насекомых, например, а для некоторых это не показано. Но в любом случае есть несколько сортов таких протонасекомоядных растений. Вот эти даже многие ученые не относятся вообще к насекомоядным растениям. Они действуют, так называемые, по принципу мусорного ведра. Ну что это значит? Это значит, что есть некоторая такая емкость, улавливающая органические некоторые остатки. Например, вот слева у меня показана орхидея. Это эпифитная орхидея. Вы, может быть, знаете, что эпифитные растения, те, которые эпифитон, да, на других растениях находятся, если кто-то был в тропе, как он видел, или в оранжереях. И вот, допустим, это орхидея. Тут, конечно, очень плохо все видно, потому что очень яркий цвет. Но поверьте мне, что тут в развилке дерева, у нее есть такие корни. И, на самом деле, не только вода поступает сверху, но еще и всякие, вот, ну, не знаю, допустим, мертвые листья, или какие-нибудь даже мертвые насекомые, или, может быть, экскременты каких-нибудь, там, не знаю, птиц там, или гусениц, или бог знает что. Все это просто падает к ногам этого растения, к корням, и служит дополнительной, источником дополнительной подкормки. Справа папоротник. Если кто-то там любит всякие такие оранжерейные дела, он, может быть, даже его выращивает, ну, или хотя бы видел его в каких-нибудь теплицах. Папоротник, у которого стерильные листья, образуют что-то вроде обертки, такой воронки. Это тоже эпифитный папоротник на деревьях. И, соответственно, туда тоже могут попадать всякие органические вещества. Формально эти растения никаких специальных приспособлений для того, чтобы привлекать насекомых, или там их растворять, удерживать не имеют. Поэтому их, строго говоря, насекомоядными называть не можем. Но в любом случае они получают дополнительные мириальные вещества из разложенных, так сказать, трупов живых организмов. Но вот есть растения, которые покрыты липкими волосками, железистыми. Вот то, что изображено справа, смолевка, вы, может быть, видели у себя где-нибудь там, не знаю, на лугу, там, на даче. Ну, а слева камриломка, тоже ее можно видеть где-нибудь там, выращивая, на каких-нибудь красивых клумбах для красоты. Если было бы хорошее изображение, мы бы увидели, что все эти растения усажены такими железистыми клейкими волосками. И совершенно точно, что насекомые прилипают на эти клейкие волоски. Только для этих растений никто не проверял, всасываются ли продукты разложения этих насекомых, или не всасываются. А как же эти насекомые перевариваются, если эти растения не выделяют пищеварительных ферментов? А на них живут микроорганизмы, бактерии, которые разлагают этих насекомых. Конечно, эти бактерии во многом полученную органику себе используют для питания, но что-то, конечно, может, по крайней мере, доставаться и этим растениям. А вот про эти просто насекомоядные растения, про эту лопчатку и эту герань, точно известно, доказано, что они не только приклеивают к себе вот этих вот насекомых, которые пролетали мимо, но еще и всасывают продукты разложения. То есть вот так вот необычно стеблем, да, они получают раствор минеральных веществ. Ну, есть такие переходные моменты. Вот, например, вот эта вот тропическая африканская лиана. Тут она немножко как лиана любит, это молодой побег. Но обратите внимание, что у нее есть разные типы листьев. Есть вот листья привычные вам, зеленые, на которых она осуществляет патаситас. А есть вот такие листья, усаженные железистыми волосками. Справа вот эти железистые волоски, такие как с гуловидным расширением сверху, представлены более крупно. И на самом деле секреция этой слизи усиливается в ответ на прикосновение. И показано, что эта лиана обладает ферментативной активностью. То есть там не только ловчая слизь, но еще и ферменты, которые разлагают этих насекомых. Правда, вот всасывание не проверялось, наверное, тоже есть. А есть такое очень интересное растение, раридула. Сейчас мы постараемся посмотреть даже на видео. Причем того самого Дэвида Тенбору, которого я только что рекламировала. ...сложились особые отношения с растением, которое очень похоже на россянку. Это растение, раридула, тоже ловит насекомых, которые липнут клейким волоскам на ее листьях. Однако странным образом раридула не может переваривать тела насекомых. Вместо этого ей помогает один особый вид слепняков, который нигде, кроме как на раридуле, не встречается. Этот слепняк передвигается по листьям, не прилипая, потому что его тело покрыто маслянистым составом. Слепняк питается телами насекомых, которых поймала раридула. Когда насекомое садится и прилипает, слепняк бежит к нему, всаживая свой хоботок в его тело и высасывает насухо. Но только Дэвид Аттенбору рассказал не всю правду. Вся правда гораздо драматичнее. Эти жуки, они не только поедают жертв, ну как бы жертв раридула, это еще полбеды, потому что все равно это раридула, как он сказал, не имеет пищеварительных ферментов, сама их переварить не может. Получается, что этот жук как бы переваривает насекомых вместо раридула, а в экскрементах жука содержатся минеральные вещества, которые попадают просто в корни, к корням раридула, и раридула таким образом получает минеральную подкормку. Но эти жуки поедают еще и сами листья раридулы. И, в общем-то, они могут так расплодиться, что всю эту раридуну сожрать целиком. И, ну, в природе все зарегулировано, все взаимосвязано, есть такой треугольник, уже, конечно, любовного назвать никак нельзя, но тут такая любовь и ненависть. Я не смогла найти изображение этого паука, но существует такой паук, который питается, собственно, не только жертвами раридулы, но и вот этими вот жуками. И получается, что он, как бы сказать, сдерживает численность этих жуков. То есть тут нужен баланс. Они все друг другу, эти три товарища, зачем-то нужны, но нужен, чтобы между ними соблюдался баланс. И вот это все как-то очень тонко в природе балансируется. Но это все были растения, вроде бы, как бы насекопоядные, которые от насекомых явно получают какую-то пользу, но сами их толком переваривать не могут или толком не могут удерживать. Но у некоторых растений подобного типа все-таки есть пищеварительные ферменты. Вот, например, эти австралийские растения из рода библис, там около девяти видов. Наверное, они тоже с кем-то, с какими-то насекомыми вступают в какие-то такие тоже хитроумные связи, но эти связи ухо уже изученные. И вот, наконец, уже ловушки типа липкой ленты, что называется. То есть, как эта ловушка устроена, вы, может быть, все знаете росянку. Ну, хотя бы слышали, а может быть, кто-то и видел. У нас даже в средней полосе России обитает целых три вида росянки, которые отличаются формой листьев. Но росянки, я сейчас покажу вам в видео, тоже очень хорошее, где будет видно, как действует ее лист методом вот этой самой липкой ленты. Ну, а здесь представлены просто другие представители насекомоятных растений, которые используют ту же стратегию липкой ленты. То есть, идея в том, что просто листья, а они покрыты такой вот слизью липкой, куда насекомые прилипают. Конечно, названия эти, может быть, не так важны. Важно тут то, что эти растения друг другу совсем не родственны. То есть, они тоже происходят из разных семейств, из разных групп. И опять же, это пример того, что у насекомоятных растений одни и те же приспособления возникают много раз. Вот этот вот стигнидиум, он в Австралии живет. Жирянки у нас один вид, по крайней мере, легко можно увидеть. Жирянка обыкновенная, может, даже кто-то видел. А еще несколько видов можно увидеть, но только если постараться в нашей стране. А вообще существует во всем мире около 70 видов жирянки, самых разных. И во всем северном полушарии, в умеренной зоне, они обитают. То есть, строены гораздо шире, чем многие другие насекомоядные растения. Но особенно разнообразны жирянки в Центральной Америке. И даже есть эпифитные жирянки, которые тоже произрастают на каких-то других, например, деревьях. А вот это вот дрозофилиум, вот сверху показано все растения. Он родственник ростянки довольно близкий. А вот здесь вот опять эти вот ловчий лист с этими вот железистыми волосками растет в Северной Африке и на Пенинском полуострове. Он занимает не типичные для насекоменных растений сухие места обитания. Но только в отличие от ростянки у него во время ловли добычи листья не двигаются. Раскрываем секреты. Растения могут казаться пассивными и неподвижными, но на самом деле они двигаются. Это одни из самых загадочных. Раскрываем секреты. Их листья, как и у других растений, используют солнечный свет, чтобы расти. Но их блестящие волоски добывают еду иным способом. Это ловушки. Для нормального роста растениям необходим свет, вода, минеральные и питательные вещества, которые они получают из почвы. Но в некоторых областях на планете, например, в болотах и топях, в почве содержится крайне мало минеральных и питательных веществ. Поэтому растениям приходится добывать их из других источников. И они получают их из тел мертвых животных. Каждый волосок увенчан сверкающей каплей. Внешне она напоминает нектар и действительно притягивает многих насекомых. Но это ошибка. Это клей. Он не только прочно удерживает насекомое, но и закрывает крошечные отверстия по бокам, так что оно не может дышать. Благодаря камерам для замедленной съемки, мы видим, что волоски, которых насекомое до этого не касалось, теперь начинают нагибаться к нему. Как они определяют присутствие насекомого, мы до сих пор не знаем. Затем моросянка начинает обертывать добычу всем листом. Из этих смертельных объятий нет спасения. Растение растворяет внутренние органы своей жертвы, пока та еще жива, и всасывает питательные вещества листьями. Расяных, конечно, очень много разных видов. У них очень обширный ареал, практически по всему темному шару не обитая, кроме Антарктиды, около 200 видов. Самые разные размеры, формы листьев, но принцип один и тот же. Такая вот клейкая лента, которая еще и двигается. Также есть подземные ловушки. Вот снизу представлено вот это растение, генлизия. Вот эти вот как белые, как будто бы корни, на самом деле это и есть самые подземные ловушки. Вот справа представлена, на самом деле ловушка в разрезе, она вот там у меня сверху слева, а справа представлено просто кусочек вот этой вот ловушки под микроскопом тоже, довольно сильное увеличение. Видите, она спиральная и представляет собой такую трубку. А вот внутри, вы видите, волоски, которые направлены в одну сторону, внутрь. И насекомое туда заползает, а скорее такие почвенные мелкие нематоды, микроорганизмы почвенные мелкие. И оно не может уже никуда, так сказать, деться. Оно может ползти только в одном направлении, по шерсти образно выражаясь. И обратите внимание, что эти ловушки, они V-образные. Вот видите, они, как бы сказать, все время, вот тут как бы две трубочки, да, которые потом вместе сходятся. И вот насекомые вынуждены ползти от кончиков, да, вот туда вот, к месту вот этого слияния этих двух рукавов. И там оно уже переваривается и всасывается. Такой тип ловушки тоже фактически такая вот клейкая лента, да, но только еще и под землей. Несколько видов, около 20 видов этих генлизий, известно, разных. И все они обитают в терапических районах Америки, Африки и на Мадагаскаре. Продолжая тему таких пассивных ловушек, но уже другого типа, надо упомянуть ловушки резервуара, так называемые. Тут, опять же, есть все градации. Есть некоторые растения, которые определенно получают выгоду от туда вот эти ловушки насекомых, но они сами ничего, так сказать, активно не предпринимают. Такие бромелевые, вы, может быть, знаете, у нас ананасы этого, их родственник, да, вот этих вот бромелевых. Большинство бромелевых, они растут в таких влажных тропических лесах, и они тоже эпифиты растут на других деревьях. Если рассмотреть подробно, наверное, рисунок, ну, это схема, да, как она устроена, увидишь, что тут есть такие, как бы, листовая розетка из таких листьев резервуаров. Там скапливается дождевая вода, и там нет особо никаких там ферментов, привлечения, ничего нет. Просто туда как-то попадают какие-то насекомые, какие-то там листья, какие-то, может, кусочки мертвых, как кого-то. И дальше просто там внутри вот этих вот резервуаров образуется целое сообщество. Там есть много, так называемых, датритофагов, то есть насекомых самых разных личинок, комаров, например, которые потребляют вот эту вот мертвую органику, они ее разлагают, и дальше их экскременты могут всадываться этим самим растением. А также их еще поедают личные личинки стрекоз, еще больше разлагают, и там такая вот экосистема, и растению достаются некоторые побочные продукты от функционирования этого сложного до конца еще не изученного сообщества. Конечно, изучать такие сообщества непросто, вы видите, приходится следователям использовать такое вот оборудование, как для высотников, да, чтобы добраться к этим самым эпифитным растениям. Но наука требует черт, как вы знаете. Продолжая тему пассивных ловушек-резеруаров, надо упомянуть вот этих вот обитателей так называемых столовых гор тропических. Это что такое столовые горы? Это очень интересные места обитания, кстати, тропики, сырой тропический лес, а над ним возвышаются такие, ну, на пару тысяч метров, высокие, такие вот плоские горы. И там совсем другой, как сказать, климат, там довольно сухо, там вся вода оттуда стекает вниз, и вымывают все минеральные вещества, поэтому почва там очень бедная, и на сухомоядных растений поэтому там очень много. И вот, в частности, вот эта вот брациния, да, там вот она торчит вот так вот, уныло, там выделяются пищеварительные ферменты у этого растения, но оно никак насекомых не ловит, просто, да, вот такой вот некоторый как бы сосуд, туда они падают. Но внутренность этих листьев покрыта восковыми чешуйками, по которых насекомые как по горке туда вот съезжают. И кроме того, как раз у этого растения есть метки, которые видны только в ультофиолетовом спектре, в котором живет насекомые, которые позволяют привлекать насекомых. А внутри, как в желудке нашем, кислая среда и пищеварительные ферменты. А вот это необычное фрамелевое, оно обитает в засушливых таких местах, и оно еще древовидное, в Анских горах, то есть не типичное, да, для насекомые растения такое засушливое место обитания. У него такие крючковатые листья, на них часто гнезятся птицы, делают себе гнезда. Ну, не знаю, то ли потому, что, может, их враги не могут добраться до яиц, например, то ли, не знаю, что еще почему-то. И экскрементами эти птицы удобряют почву под растение. Может быть, нельзя назвать в втором смысле, опять же, мастикомаятная, но, тем не менее, иногда находят мертвых птиц, которые, как сказать, ну, попались на шипы этого растения. И, разумеется, когда эти птицы разлагаются, то тоже какие-то минеральные элементы высвобождаются. Ну, тут надо уже перейти к настоящим ловушкам-кувшинам. Тоже, опять же, много разных семейств, много разных родов. Я, так сказать, не буду вдаваться в детализацию. Но тут уже есть привлечение, потому что вот эта вот яркая окраска, да, иногда запах у некоторых такой привлекающий насекомых. Ну, и обычно они покрыты вот такой тоже скользкой такой-то штукой, которая заставляет насекомых, как по горке, туда внутрь скатываться. А там, опять же, волоски обычно направленные внутрь, и выбраться насекомые уже не могут. Вот, например, вот этот вот цифалотус, вот это вот единственный вид из семейства собственного. И он растет только в юго-западной Австралии. А Керлель Дарвин, когда на своем корабле Бигль мимо этой Австралии проплывал, у него была там стоянка больше недели. Но он не знал, что там это растение живет, и поэтому в своем деньнике записал, что эти восемь дней, проведенных у юго-западного берега Австралии, были самыми скучными во время его путешествия со временем, как он отплыл из Англии. А если бы он этот растение там нашел, то бы, конечно, не было бы так скучно. Тоже ферменты выделяются и всасываются растворенные вещества. Да, это вот Дарлингтония питает на западе, на западе Северной Америки. Ферментов не выделяет, ищеварительно полагается на симбиотических организмах. То есть внутри живут какие-то там микроорганизмы, которые расщепляют попавших туда органические вещества и насекомых. Вот хериамфоры, их довольно много видов, около 15, тоже ферментов не выделяют. И тоже полагаются на симбиотические организмы. А вот непентесы, которые более-менее у всех на слуху, может быть, у кого-то на слуху. Большая довольно группа растений, насчитывающих около 120 видов, обитающих в основном в Юго-Восточной Азии. И они просто гораздо на выдумке. Они ничего только не придумали, как только они не поглощают эти самые минеральные вещества из органических всяких остатков. Кувшиночки могут быть эти самые, самого разного размера. Обычно они, это видоизмененные листья, как и у всех предыдущих, так сказать, экспонатов. У них есть такая крышечка, которая не позволяет внутрь проникать слишком много дождевой воды. Там в тропиках дождей, там ливни, да, практически каждый день, чтобы слишком сильно не разбавлялся содержимое этого, так сказать, зеленого желудка, да. И вот видите, например, у некоторых видов есть такие вот завитки, которые внутри полые. И там живут специальные муравьи, которые сами не перевариваются, а ждут в засаде под этим завернутым краем кувшина, когда туда упадут какие-то насекомые. Внутри этого кувшина они туда бросаются, плавают там, как рыба в воде. И измельчают эту жертву. И таким образом они, как бы сказать, сами получают питательные вещества, но и помогают также вот этому самому непенцу, потому что ему, конечно, легче усваивать миральные вещества из эксцерментов муравьев и из измельченных остатков их трав, и зачем переваривать целое насекомое. Вот таким образом, да, да, ничего не видно. Ну вот хоть видно, что он бы сидит, вылавливает, поедает под перистомом, под этим завернутым краешком кувшина. Это хотя бы видно. А вот есть такая туалетная ловушка. Что это значит? Очень просто. Причем она еще работает как занята свободно, у нее есть указатели. То есть вот эти кувшинчики, они бывают молодые, когда они такие мягкие, там нет пищеварительных ферментов еще. То есть они совсем не готовы, чтобы туда плюшнулась эта вот тупая, да, которая как крыса. Тогда у них там одна окраска. То есть явно, что тупая, туда нечего лезть, там нет нектара, ничего нет. А вот красная окраска, все свободно. Вот она, тупая. Вот она, она видит, что все видит, да, туда. Она влизывает тишка. Влизывает тишка, а там же видит хорошее, там и кузовики, где это, ну, что он знает, что подать кузовики, да, и кузовики. Другие представители этого рода Непентес, они отказались от трат на какие-то, знаете, привлекающие агенты, они утеряли крышечку, просто находятся в такие, знаете, кувшинчики, как мусорные, такие урные на земле, открытые всему. Туда просто падают, например, листья, и там перевариваются. Вот, пожалуйста. Опять же, не скажем, что это насековоядное, конечно, растение, но пустоядное, очевидно, потому что такая, как бы, мертвая плоть деревьев, получается, в виде этих листьев. И, наконец, самое интересное, такая уже, как сказать, последняя, финальная стадия вот этого всего приспособления к плоттоядности, к насековоядности. Так называемые ловушки-капканы. То есть эти растения имеют некоторый аналог нервной системы животных и реагируют на попадающих на них живых объектов. Вот вы лягушку видели, как эта штука заглатывает, вот венерина мухоловка. И, соответственно, тогда она только очень быстро захлопывается. Конечно, нечего говорить, совершенно надо смотреть видео. Это понятно. Сейчас буду стараться вам его найти, показать. Очень-очень быстро это растение работает. До сих пор совершенно непонятно, как же оно успевает это делать. Конечно, глазом это обнаружить невозможно. Это надо только вот этой замедленной съемкой, да и то такой очень специализированной. Для других плоттоядных растений не нужна специальная съемка, чтобы увидеть их скорость. Дарвин описал это растение, как одно из самых удивительных в мире. Оно родом с побережья Северной и Южной Каролины США. Венерина мухоловка. Она захватывает насекомых с помощью ловушек. По краям листьев находится приманка из сладкого нектара. А ближе к центру несколько торчащих шипообразных волосков. Детекторов. Много что может случайно задеть один из них, поэтому одного прикосновения недостаточно. Однако муха, ползающая по листу и пьющая нектар, скорее всего заденет несколько волосков. И если она заденет два за 20 секунд, то это вызовет реакцию. Считается, что волоски срабатывают, высвобождая примитивный электрический импульс. Отчаянные попытки добычи найти выход приводят лишь к задеванию других волосков, благодаря чему ловушка захлопывается еще плотнее. Растение начинает выделять сок, богатый соляной кислотой. Ему потребуется 10 дней, чтобы полностью переварить добычу. Но существует плотоядное растение, которое двигается намного быстрее. Оно обитает в скрытом подводном мире озер и прудов. Ее название – пузырчатка. Эти крошечные создания – личинки комара, и на них она тоже охотится. Пузырьки, которые дали растению имя, не поплавки. Это тоже ловушки. В каждом пузырьке есть слабый вакуум, и он открывается только в одну сторону. Замедлив воспроизведение в 240 раз, мы можем увидеть, как он действует. При малейшем прикосновении клапан открывается внутрь, втягивая добычу в пузырек. Все это происходит менее чем за миллисекунду. Пузырчатка – самый быстрый убийца в мире растений. Но большинство растений, конечно, двигаются. Вот, мы завершили такой, как сказать, калейдоскоп, такой обзор всего разнообразия насекомояных растений, полтоядных растений, если хотите. Теперь надо сказать, видимо, несколько слов о таких вот их общих каких-то проблемах. Какие у них есть общие проблемы? Первое – это на самом деле та проблема, которая есть у каждого из нас. Это выбор, вы понимаете? Нам хочется всегда выбрать самое лучшее, идеальное. Такого не бывает. Мы можем только прикинуть, какие у каждого выбора есть плюсы или минусы, и лучшим выбором в реальном мире будет такой, где, как сказать, плюсы просто больше, чем минусы. Вот растения действуют точно так же. Сказать, что полтоядность, как здорово придумано, да, отлично, замечательно, ну все, все давайте будем эволюционировать, будем полтоядными растениями, это прекрасно. Какие тут могут быть минусы? На самом деле, конечно, минусы очевидны. Во-первых, это куча ресурсов, которые нужно затрачивать на то, чтобы создать вот эти все хитроутные приспособления, да. Ведь чем больше растения, чем эффективнее растение получает этих вот самых живых существ, да, вы, наверное, заметили, тем больше оно вкладывает ресурсов в это дело, да. Нектар, продукция нектара, это же чистый углевод, это очень дорого для растения, это очень энергетически затратная штука. Так, эти самые, я не знаю, цвет, эти мозговые чешуйки, эти здоровые листья кувшины, выделение этих ферментов, ферменты это белки, да, это тоже очень дорого, эти запахи и так далее. То есть, на самом деле, нужно куча дополнительной энергии. То есть, нужно, а энергию, я повторяю, я имею в виду органику, да, все-таки сакмоядные растения получают подавляющую часть, как все остальные растения, путем фотосинтеза, а не из этих насекомых. То есть, нужна куча энергии, нужно очень эффективно фотосинтезировать. А мало того, что эффективность фотосинтеза должна быть очень большой, она еще и затрудняется самим устройством строения этих растений. Почему? Потому что, как вы заметили, все эти самые насекомоядные структуры, это же видоизмененные листья. А если ты листья превратил в капкан, да еще как-то окрасил, им уже особенно не фотосинтезируешь. Так что, значит, надо как-то оставшемуся фотосинтезировать лучше, а еще, конечно, в тени уже жить невозможно, да, потому что нужно много энергии солнечного света, чтобы теми оставшимися листьями фотосинтезировать как можно лучше. То есть, видите, вот, значит, чего получается уже, значит, открытые, такие хорошо освещенные места питания. Обязательно. Раз. Второе. Второе. Вы опять же, наверное, заметили, ну, о водных мы не говорим, понятно, что они в воде, да, но если брать наземные насекомоядные растения, там обязательно какая-то слизь, обязательно какая-то клейкая, такая вот субстанция, да, даже у против насекомоядных растений, не говоря уж о таких профессионалах, как какие-нибудь там росянки или жирянки. Это постоянное испарение, безумное испарение с поверхности листьев. Значит, это должно быть еще место обитания довольно влажное. Вы обратили внимание, я сказала, говоря про какие-то растения, сикомоядные засущенные места обитания, да, это типично для сикомоядных растений, и Дэвид от Агору говорил вам то же самое, да, вот обычно влажные условия. Вы, наверное, обратили, что я когда характеризовала распространение сикомоядных растений, я чаще всего говорила тропики, 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 да, то есть это, наверное, какая-то влажная, хорошо освещенная местность. И, конечно, если растение столько энергии вкладывает в эти свои сикомоядные структуры, оно не является сильным конкурентом, потому что оно не может вкладывать много энергии, ну, я не знаю, например, в то, чтобы иметь большой рост. Вы, наверное, заметили, это не случайно, что нет на сикомоядных деревьев и очень мало сикомоядных кустарников и лиан. Практически все это травы, потому что строить вот эти многолетние древесные органы – это очень дорого, и сикомоядные растения не могут себе этого позволить. Так что, таким образом, сикомояд – это такой, знаете, выбор из двух зол меньшего, да, то есть растения, которые оказываются в такой вот сложной жизненной ситуации, на бедных местах обитаниях. Они, наверное, еще одновременно хорошо облажнены и хорошо освещены. Ему не надо быть слишком сильным конкурентом, потому что мало охотников селиться в таких неудачных местах. И поэтому оно может как-то вот попытаться выживать, да, так исхитриться, да, воля на выкупе хитрата – такой вот лозунг для сикомоядных растений подходит, и стать сикомоядным, получать генеральное вещество атаки и вот область. Это первый момент, который нужно иметь в виду, когда думаешь о сикомоядных растений. Это несовершенное предпособление, это такой вот выход из сложной ситуации. Вторая интересная штука, что часто насекомые или другие живые объекты попадают к насекомоядным растениям случайно. То есть не надо думать, что вы, наверное, уже поняли, да, что каждый насекомоядный растений как-то гоняется за своими жертвами. Чаще всего сикомоядные растения просто сидят и ждут, ну, не переобращают эти вот ловушки-капканы, когда к ним кто-нибудь приклеится. И даже, может быть, мы считаем, что эти капли, капли блестящие привлекают насекомых, или цвет привлекает насекомых, это не очень-то хорошо доказано. То есть это может нам казаться, что они привлекают насекомых, а на самом деле, скорее всего, сикомы просто прилипают туда случайно. Это надо иметь в виду такой миф, да, что сикомоядные растения как-то там, да, завлекают насекомых. Чаще всего это не так. Потом, еще очень интересная проблема, связанная с сикомоядными растениями, это конфликт между пищей и опылителями. Одна из статей на кем называется «Food or sex». Потому что тут идея какая? Ведь чаще всего пища сикомоядных растений, пища сикомоядных растений, это насекомые. И опылители цветковых растений, это тоже чаще всего насекомые. Получается, они, насекомоядные растения должны выбирать, да, или они привлекают себе пищу, или они обеспечивают себе опыление. Ну, как-то эти проблемы тоже можно решать. Почему-то вот такое решение, что давайте, как бы мы насекомые опыляем, я не знаю, ветроопыляемыми или водоопыляемыми, такого решения практически нет у насекомоядных растений. То есть, старайтесь как-то по-другому выйти из этой ситуации. Ну, например, используйте разные стимулы для привлечения разных насекомых, да, то есть опыление будут до дни, а жертвы будут принципиально другими насекомыми, и таким образом не будет между ними конкуренция. Ну и другой выход, это максимально далеко убрать цветки. То есть, у нас где-то там вот внизу, допустим, как уросянки, розетка листьев на земле, а цветок там на цветоносной стрелке понятый куда-то высоко. И у этих небесных тоже, эти кувшиночки, они там где-то снизу, да, а соцветят там где-то сверху. Ну и последнее, что я хочу сказать интересного, такое вот про все секомоядные растения в целом, это насколько они тесно, если можно так сказать, сотрудничают с представителями животного мира. То есть понятно, что они уже имеют дело с представителями животного мира, поскольку они их поедают. Но кроме того, вы видели вот этот вот треугольник, да, между жухом и пауковым растением, и таких случаев полно. Вы видели, как муравьи помогают насекомоядным растениям переваривать своих жертв. То есть очень часто вот эти вот отношения между насекомоядными растениями и их жертвами вовлечены какие-то еще третие, четвертые, пятые, десятые силы целой этой системы, которые формируются вокруг насекомоядных растений. Даже они просто какие-то одинокие хищники, да, которые набрасываются, или такие вот одинокие волки, кого-то там поедают. Нет, они вокруг себя выстраивают целую такую сложную плиту, сложную сеть взаимоотношений. Это вообще не природные свойства. Только раньше считалось, что конкуренция в природе главная, каждый сам за себя. Сейчас твердо ясно, что на самом деле в природе главное сотрудничество, а не соперничество. Мутуализм, такие вот взаимно выгодные отношения между разными видами. И еще интересное одно явление, это клептопаразитизм, так называемый. Клептопаразитизм, что это такое? Когда одни животные крадут пищу у других, скажем так, живых организмов. И в случае с сахомоядными растениями это тоже так. Например, даже если взять привычные нам обычные росянки, то описаны случаи, когда муравьи на болоте прибегают к росянке и утаскивают спойманных ею насекомых. А муравьи, они достаточно крупные, сильно лихо до маленьких росянки не прилипают. И, получается, они еще воруют ее добычу. И там морозяты тоже пытаются от этого как-то защититься. Она, например, некоторые есть виды розят, у которых листья распростерты поверхности субстраты, а некоторые виды розят, у которых листья так вот торчат. Да, над субстратом почти вертикальными. Такие листья муравьеву разобраться не так и сложно. Если вы прогуляете в какое-нибудь болото, хотя бы там, не знаю, даже в Московской области, а лучше где-нибудь посевернее, вы сможете найти не только морозят, круглолисту, которую лежат на земле, а морозят по-английскому, у которой листья торчат поверхности субстраты, так и продолговатые. Можете пронаблюдать на досуге, как там попадаются насекомые, как муравьи, их утаскивают. Я говорила, целый час, но очень много.